а это была белая сейчас петреско вам такие имена дает большая банка таблеток наверх забираться тоже нету да а сюда блин забор ну да как же мы перепрыгнем забор Я даже не знаю, что ты предупрежден. Если ты был болен, я могу тебе помогать. Я доктор. Меня зовут Элберт. Помнишь его. Теперь, бакуйся. Что случилось? Ты действительно купил этого человека? Эй, я не сделал ничего, это не я! Да, ты сделал. И это было милым и неизвестным. Проводник, мистер. Ты не знал, что происходит здесь. Проводник был солдат в войне, и теперь он имеет право, чтобы напомнить меня. Это правда. Я не знаком с этой частью города. Может быть, ты мог бы мне помогать. Я сказал, что ты не знал. Проводник. Иди и найти себе другого гаида. Ты знаешь, Нурсу Дороти Крейн из Пемброк Хоспитала? Если ты знаешь что-то о ней, я бы это очень понравился. Я никогда не слышал о ней. Она красивая. Я не знаю. Что, как жизнь в Лондоне? Никак? Плохо? Все, мы не знаем этого парня. Где второй-то? Такой стрельнул в чело, пошел в помойке ковыряться. Что? Что? Ты увидел, что случилось? Кто ты? Я доктор Рид. И я хочу спросить тебе несколько вопросов, если ты предупреждал мне, чтобы поставить твою гуну. Нет. Слушай, я не визитный человек. Я Бенджамин Палмер. Я не знаю, доктор. И никто не может помочь мне. Не даже ты. Ну, хрен знает братан. Что с ним? Мигрень. 40% ухудшение качества крови. У тебя даже есть неприятно. Ну-ка, личные вопросы. Давай в войне. Ну-ка. Это ужасно, что доктор все еще практикует такие барбарные методы. Это уничтожение нашей профессии. Сейчас только пилы остановили меня, думая о том, что не услышали. Я даже боюсь о тем временах. Что-то, что он сделал, я уверен, что он не удерживал общественного действия. Я сомневаюсь, что я не хотела его съесть. Это... Я сладкий в голове, ты видишь? И мальчик просто... Он просто уничтожил мою последнюю нервы. Ты знаешь медицину Дороти Крейн? Из пембриджа. Да, вряд ли. Ты слышал что-то? Вкусно, я ищу ее. Мне нужны какие-то пилы. Но женщина – это фантома, если ты спросишь меня. Серьезно? И почему это? Слово, что она не настоящая. Ух ты! Ух ты! У меня нет средств от мигрени. Ну извини, бро. А, ну можно дать ему средства от мигрени, чтобы потом качество крови улучшилось и сожрать его. Серьезно, дядя. Управь. 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 Здравствуйте, Санкт-Петербург. Вы интересен в отличие от этого заболевания и заболевания? В самом деле, я так. Тогда вы пришли в правильный момент. Это известный Сванбург Кордиалл, который вы требует, чтобы выдержать вам в качестве здоровья. О, действительно? Почему я не слышал о том, в моих исследованиях? Я, кстати, Jonathan Риде. Доктор, Jonathan. А, мой брат говорит о вашем исследовании, sir. Я Лоретта Сванбурра, и это всегда приятно, встретить другого хилера. Давайте посмотрим, что такое медицинское вы продаете. Бальзам Сунбурра и список ингредиентов на латыни. Этот предмет можно разобрать на части. Блин, мне, конечно, интересно. С одной стороны. Давайте купим, посмотрим. А, нет, надо с ней договорить. Личный вопрос можно задать? Нет. А, нет. Вот. А, нет. Они все пришли к мне, в конце концов, для моего преподавателя. Ты знаешь, что Дороти Крейн из Пембрага? Я хочу узнать больше о ней. Я не люблю говорить о соревнованиях. В соревнованиях. Я не знаю, что она продает всякое медицинское оборудование, а теперь не хочет разговаривать о конкурентах. Скажу, что они говно продают. Ты выглядишь плохо, мисс Сванбрага. Я думаю, что твоя конкурент сделает справа. Я абсолютно хорошо, благодаря моему чудовищному эликсию. Ты, Миллахам, выглядишь более хуже, доктор. Обождет. Ладно, вроде более-менее с боевкой освоился. Можно теперь же и делать вещи. Что? Что ты хочешь? Открывай меня. Я доктор Рид. Я смотрю на доктора Дороти Крейна. У меня нет доктора Дороти Крейна здесь. Пока-пока. Я боюсь, что это медицинское оборудование. Он говорит противник, сэр. Серьезно? Ну, я боюсь, что я буду закрепить эту дверь сейчас. Иди к кому-то другому, мистер доктор. Конечно, я должен узнать, кто этот человек действительно является. Я должен упомянуть, сэр. Пожалуйста, дайте мне видеть нас. Они нет времени. Добрый вечер, моя дорогая. Нет. Нет. А у нее есть средства от мигрени? Кадеин. Слушай, а может тому синейку дать то, что я у нее приобрел? Этот синий бором или как он называется? Ну-ка. Слышь, бро. Добрый вечер, Бенжамин. Можете помочь тебе? Я боюсь, что не, мистер. Ты не выглядишь хорошо, Бенжамин. Ты нужна помощь? Я всегда чувствую больно, сэр. Слышь. Я не вижу тебя. Одна шкафа? Одна шкафа? Может быть, что подскажет? Как ты, брат? Я не твоя шкафа. Ты нужна помощь? Пожалуйста. Я чувствую себя устойчиво. Ну, держи. Мы надеемся, что никто не уберет это от тебя. Очень смешно. Ты нужна помощь? Я в порядке. Но если ты хочешь дать мне медицину, я могу поставить ее в хорошем использовании. До свидания, молодой человек. Я не буду дышать в какой-то шкафной аллее. Не собираешься подыхать? А возможно, придется. Блин, за этого молодого, сладкого, блин, дали бы до хрена. Я думаю, опыта. Даже не хочу смотреть, чтобы не расстраиваться. Но мы продолжим страдать. Есть еще кто живой-то? Не, живой вроде шевелится. Я смогу сделать? Ну, вот это как так? Это ж, сука, укрытие. Запланированное игрой. Здравствуйте, молодой человек. Я доктор Рид. И я хочу спросить тебе несколько вопросов. Пожалуйста, я перейду? Извините. Нет, сэр. Мой папа не любит, чтобы уходить в нашу комнату. Твой папа беспокоит тебя, мальчик. Он просил меня, чтобы посмотреть тебя. Так что мой папа вообще не беспокоит меня? Хорошо. Я не знаю, почему. Есть только болезнь и болезнь в этом мире? Так, могу я спросить тебе несколько вопросов? Я не беспокоился. Что может быть лучше? Я не знаю. Ты знаешь, что ты знаешь Дороси Крэйн от Пемброкска? Я бы хотел узнать больше о ней. Да, я знаю. Она пришла сюда, чтобы искупить меня, когда я очень слабо. Она сказала, что я должен идти больше. Как ты чувствуешь? Я в порядке. Я имею в виду, это не легко каждый день, но я в порядке. Я просто устал от себя встать все время. Если только я мог бы быть тяжелым, как... Ну, ты знаешь. И говоря о том, что ты можешь мне сказать о твоем папе? Мой папе идиот. Он делает идиотные вещи. Это все, что мне нужно сказать. Он имел в виду, что станет сильным, как вампир. Я хотел бы стать таким сильным. Почему я должен? Я никогда не хотел приехать в первом месте. Это был мой папа. Посмотрите вокруг тебя. Это как красивое место, чтобы жить? У тебя есть дом, действительно. На самом деле... Отвратительное сравнение. Неправильный, нелогичный. Ну, типа, и что, что у тебя есть дом, ну... Если жизнь здесь так ужасная для тебя, почему ты просто оставишься в этом месте? Ты никогда не говорил о твоем папе? Почему? Я не пойду. Это меня ужасает. Я пошел на улицу разом, без моего папа видения, и я видел ужасные вещи. Блажные и страшные вещи. Так что ты живешь в доме весь день? Потому что опасность эпидемии? Я не боюсь от болезни или смерти, доктор Рид. Это то, что я боюсь от болезни. Ну... Парни можно понять. Парни можно понять. Давай, пока. Давай, пока. Чай, я сейчас уйду, только... Обчищу твой дом. Таблетки там у тебя заберу. Ну, ты понял, да? Как Геральт в льмаке. Ты же заходил во все дома, что-то общался? Хорошо. Я забирал все ценное. Иногда трахал жены и уходил. Обещаю тебя трахать я не буду. Все в порядке. Все в порядке. Э, бро. Открой этот замок. Стопай, стопай. Мистер Питерсон. Мой долг сообщить вам о том, что ваша просьба принять вас на работу в доке была отклонена. Я благодарен вам за то, что вы потратили время объяснять сложность вашей ситуации, рассказали о том, что у вас болен сын и что умела ваша дорогая жена. Но мой долг состоит также в том, чтобы разъяснять правила нашей компании, а они явно запрещают брать на работу бывших преступников и осужденных. Ваши связи со скандально известными мокрыми ботинками не укрылись от вашего внимания. Сейчас тяжелые времена, сэр. И компании Финч и Харпер намерены, прежде всего, вознаграждать кандидатов, прошедших небольшую проверку, которую мы устраиваем соискателям. Я от всей души сочувствую вам. Да не оставит Бог вас и вашу семью. Это самая душераздирающая, наверное, душераздирающая отказ принять работу, которую я слышал. Лучше просто сказали то, что мы вам перезвоним. Но у меня же нет телефона. Какие? Я же на выход. Я же... Освободи себя. Даже мои мечты все очень подглублями Короче, нужно кровь бизнесу, но выяснить, а... а этой девушки... Я не журналист. Я отвечаю первым, чтобы ты разговариваешь! Я не журналист. Я доктор. Доктор, ты говоришь? Это довольно редкая спина в этой городе. Правда? Но все равно я здесь. Доктор Джонатан Рид, в вашей службе. Я Джо Петерсон, но колоссий Джо, и я не вспомнил, чтобы его спросить о вашей службе, сэр. Классический, как жизнь, друг? Как в Лондоне-то? Чё ты делаешь? Я делаю, что я хочу, и иногда даже больше. Сейчас, блядь. Согласно тебе, медицинские в этом месте. Почему это? Не знакомы с этой районной, ты? Я думаю, что твои коллеги фантазы слишком опасны за их отвергать. Эта часть в городе имеет довольно репутацию. Вы скажете, что это правило? Совершенно. Смотрите меня, например. Я всегда смотрю на мой оппонент в глаза, пока не бросаю его. Ты слышишь? Дорофи Крэйн. Она моя коллега и должна жить вокруг нее. Дорофи Крэйн? Да, я ее знаю. Один из самых хороших солдат, которые пытаются проводить больницу вокруг нее. Пожалуйста, расскажите мне больше о ней. Она хорошая девочка. Она пытается проводить миграции. Я предложила ей ей звонить, но она сказала, что моя репутация привлекла слишком много внимания. Что-то, наверное, я все. Почему ты продолжаешь работать за Ганну, Джо? Ты знаешь, что это тебе не подходит. Это правда, я люблю этот работ. И я знаю, что я сделаю плохие выборы, но я сейчас сладкий парень. И люди не забудут. Ты можешь уйти в morgen. Начать еще жизнь в другом городе. Дорофи Крэйн. Мы плохие. Мой сын уйти. И никак не уйти в другом городе. Харри не кажется счастливым, что живет в Белорусе. Я сначала с его сыном поговорил, а теперь с ним. Но сын сказал то, что я уже общался с отцом. О, боже, игра. Да. 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 Он уйти в меня за выборы, которые я сделаю, и плачет мне кнопки больше, чем он должен. У тебя есть какие-то погоды? Только один. Не чтобы уйти в моем супруге с моим стороной. Она умерла, когда Арри была маленькой. Мой сладкий Джейн. Она дала ребенку уверенность. Да, Кэш, боится. Все боятся. Никто никогда не берет моего сына от меня. Если бы это было, я... Я пойду на башню и разрушу его голову с моими пальцами. Ну, пока. Пока, мистер Петерсон. Ты опасный чел. Ну, ты мой шкокон, ты наверняка знаешь. О, лидер. Пожалуйста, возьмите на мой шкокон. Лицо у него чумное. Я бы хотел спросить вам несколько вопросов, если вы не любите. Доктор? Интересно. Я Баррет Луис. Обычно я не буду ждать, чтобы мы говорим. Но в этой часовой ночи я не могу никак не обидеть. Вы слышали о нюрсе, называемой Дороти Крэйн? Нюрс Крэйн? Нюрс Крэйн? Ну, что она действительно нужна нюрсу? Ты всегда думал, что она была просто какой-то оборудовательной, что она? Да. Эти благородные иммигранты должны знать их место, а? Как они дожди, что они лучше делать, чем злые нюрсуы из этой земли? Дороти Крэйн не даже название. Какое-то... Доротиа Крэйн. Какое-то... Вы пришли в Ингеландию, избавляя войну, я сказал. Это не объясняет, почему она так сильно угрозит тебя. Твоя дарья Крэйн отдает медицинские средства и предприятия. Для свободного. Я предложил ее продавать для правильного катастрофа, но нет. Мисс Крэйн хотела играть на спокойном санте. Вы нужны помощи, сэр? Я только нужна тебе, чтобы купить что-то из моего магазина, сэр. Какое-то бизнес здесь? Бизнес? У меня нет бизнеса. Вдруг этот ракет, фефт и клиентов, которые боятся, я потеряю деньги каждый день. Понятно. По-моему, что вы обрабатываете кого-то, в частности, за вашу ситуацию. Никого убить. Джон Петерсон проводит его время обрабатывая мерчантов. Но со мной, он пытается бросить меня из бизнеса, раз и все. И, в последнее время, вы увидите Whitechapel каждый день. Вы заметили что-то из обычной? Что ты имеешь в виду эпидемии, войны и все обычные храпы? Как долго я помню, эта часть города была бутылка, и еще нет знака бутылка. Ты был ранен? Нет. Но это только потому, что я гулял как хрена. Эти мужчины были лунатики, я скажу тебе. Не смогли говорить ниже. Просто кричат. А, так это те бурдалаки. Да. Некоторые ночи назад, какие-то бутылки меня прыгали. Пришли из одного из конденненных воркшопов. Февер. Магия. Что-то такое. Где это произошло? Почему ты туда? Да. Да. В закрытых воркшопах близко. Я работал там как преподаватель в лучших дней. Сейчас я только пойду, чтобы найти тринкеты или инструменты. Плохо, что я был лунгом. Это было хорошие деньги в этой маленькой бутылке, которую я потерял. Мы запомним. Так, ничего нового я ему не могу, да, спросить? Что у него есть? Самое видное, что я ему тоже ни хрена не могу продать. Ну вот, в плане оружия. Почему нет? Такое время, друг. Оружие нужно всем. Куда этот ушел? Да, это мы уже читали. Слышь? Ты, козел. Ты, козел. Э, ну я же... Хо. Тоже такое себе оправдание. Тоже такое себе оправдание. Это выбор. Я не знаю, что ты думаешь, сэр. Я делаю, что я должен делать за моими причинами. И это... Я не уверен, что мистер Луис будет согласен с твоей, по всему мнению, необходимой философии, сэр. Ох, ты реально думаешь, что он плохой враг? Баррек может быть как ни хрена, как ни хрена. Лучше назад я даже называл бастера моего лучшего парня. Спасибо, господи. Так, у нас еще есть... Новая подсказка, да? Может, тут? Нет. Блин, вот это, на самом деле, нудные моменты в игре, да? То есть, вот, ходить от одного к другому, разговаривать. Ты мне что-то не договорил, да, в рот? Джо Петерсон. Он здесь виллень, да? Но вы, наверное, знаете друг друга. Я знал Джо за год. Я видел его в боксе, раз, два. Он был знаком, тогда. И в эти дни... Он просто другой хрена. И что же с ним случилось? Что можешь мне сказать о мистере Петерсона? Кроме того, что его поведение к тебе, конечно же. Колоссус Джо был... Действительный боксер. Даже хороший хороший. Но после его мужа умерла... Мы нашли каждую ошибку, остановить тренировку. Просто хотели выбрать борьбу с каждым. Петерю близких нелегко пережить. Отчаяние отравляет. Он просто трус. Отчаяние? Это отчаяние. Явно не трусость. Отчаяние отчаяние. Отчаяние отчаяние. Мы все это были тяжелые времена, да? Но большинство нас не используют наши ножки, чтобы мы не видеть. И никто не знает. Отчаяние 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 отчаяния. Никто не виноват так Sanspray. Никто не виноват так, чтобы остановить его надчаяние отчаяние отчаяние. Что ты знаешь о Харе Петерсона? Но, несмотря на то, что сын его отца, почти все, я думаю. Он никогда не хотел приехать в первую очередь. Он ехал больше этого места, чем большинство из нас. До свидания, мистер Ливис. Есть кто живой? Или неживой? Нет, нет, братан, я не хочу к тебе. А как тебе, зрители, геи ущербного вампира? Может, что-нибудь маленькое сможем сказать. А мы подсмотрим сейчас, действительно ли нет никого? Походу, да. Ну-ка, ну-ка. Зрители, а ты, будучи ребенком, подсматривал за взрослыми в чужие дома? Мы подсматривали с другом на даче. Лет, наверное, когда нам 7 было. За квартирой там одной девчонки. За домом, на даче это было все. Одной соседке. Молодые мальчики, ищите извращенцы. Может, на карте? На карте что есть? Ага, все, короче, вот в этом квадрате, кругу, да, грубо говоря, расследуется. Что это такое? А это с той стороны? Я сначала подумал, что уж мало ли какой-нибудь, ну, типа, кнопки в стене, которые потайной ход открывает. Не спрашиваю, почему я до этого дошел. Стоп. Далековато я утопал. Ну да, и конечно, и не тут. Короче, не надо тут ни с кем походу разговаривать. Надо что-нибудь тут решать. Вот вокруг этого дома. Правильно я говорю? Похоже на то. Ну, если забыть о том, что наш персонаж ни хрена не может сделать. Несмотря на то, что он вампир. Зайдя в какой-нибудь район, нам сразу же хотят дать люлей. Причем за то, что мы именно вампир. А еще хуже то, что нам не просто хотят дать люлей, а именно надают их в легкую. И нет, это не совсем потому, что у меня кривые пальцы. Ставь лайк, если хочешь, чтобы мои руки стали прямее. Это закрыто. А, во. Ну, хоть куда-то. И это не что иное, как срез. Может, это еще новенькое скажет. Неа. Нет. 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 И еще раз нет. Помоечка. Ну, похоже, тут можно много так еще бегать. Не, ну это я назад уже ухожу. Беда в том, что я не совсем догоняю, как именно расследовать в этой игре. Ну, кроме как не общаться с другими персонажами. Блин, просто вобрали жмурико. Вот кто это разговаривает. Вон туда, значит, вернемся, да? Мне кажется, это та женщина с фликсирами. Бям. Может она что-нибудь новенькое скажет. Добрый вечер. Нет, ничего нового не скажет. Просто по ощущениям она с кем-то разговаривает. А она просто чокнута и сама с собой разговаривает. Хозяева. Я вернусь позже. Ну, пошли тому хотя бы навешаем. Ну, блин, ну там тупик, конечно. Хотя, конечно, стоило бы его сожрать. Ай, ёпта, всё, я туплю, туплю жёстко. Наверняка это же, да, должно сработать? Нет? Нет? Ну, бред. Чё, даже Эд не помогает? Да я слышу, как там моются. Эй, Петреску. Нет, всё-таки это работает. Тупик. 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 Ну вот, вот теперь гораздо лучше. ты чё тут стоишь очередной больной вот-вот знаешь чё о ней ты что-то не любишь моницессер гомосекта я ж говорю больной а самый страшный грех она коммунистка а я вообще не живой моницессер Ну тут бред, Светош. Вообще, во время любых каких-то эпидемий, Светоши любят устраивать пир во время чумы. Они паразитируют своими навязчивыми идеями людей со слабшей психикой и разумом. Куда ты его отправил, ты больной? Наебанутый. Он, может быть, и не убоится, но сожран будет сто процентов. Ой, блин, вы тоже спрашивали. Иди в задницу, я верю только фактам. Назад, личные вопросы, все. Иди нахер, короче. Не знаю, у меня прям... Я не против веры, я против вот этих пропагандистов веры. Охер. Не знаю, я новый в Whitechapel. Но, может быть, ты можешь помочь мне, потому что ты журналист. Меня зовут Джонатан Риид. Доктор Риид, знаменитый медицинский. Я рад, чтобы помочь, если я могу, сэр. Я слышала, что ты исследовала медицинский медицинский в Whitechapel. Что ты знаешь об этом? Не много, я боюсь. Они уважены от страны, и я действительно не знаком с этим. Почему ты любишь? Уголек слишком хорошо одет. Я боюсь, что одна из учителей из Пемброга может быть в связи с несчастливыми актибициями. Ах, может быть Дороти Крейн? Без неудачно, ты такой хорошенький журналист, мистер Дарби. Что ты знаешь о ее авторе, человек, который назван Дарриас? Я не знаю много о нем. Он очень внимательный. Никогда выйдет, не кажется, что у него нет друзей или семьи. Он никогда не выйдет? Что ты имеешь в виду? Где я могу найти этого мистера Ниверкота? Он проводит большинство его время скрыгивая вокруг Whitechapel, поговорив о себе или предполагивая церкви. На сегодняшний день он обычно может найти его behind the church. Давайте спросим о расследовании. Почему newspapers keep silent обеспечивающей инфлюэнзии? Это, как будто никто не любит. Есть война. Люди не должны быть морализованы по новым новым заболеваниям. Ну... Это вообще логично. Да, но это преступно. Если никто не остановит это, эта эпидемия может превратиться в скрытку. Она может убить больше людей, чем война самая. Да. Это еще другой тип войны. Но так же как ужасно. История будет судить нас всех за то, что мы сделали и что мы не сделали. Да, действительно, ты не боишься? Это не просто эпидемия. Да, действительно. Есть больше работы здесь, чем простая эпидемия. Серьезно? Чтобы быть honest, я могу сказать так же. Некоторые из тех, которые я видел и слышал. О, мой Бог, что случилось с ними? Что журналисты делают в этой городе, после солнцета? Он идет, где никто из своих коллег не донесет идти, чтобы информировать страну. Ради истинного, готовы листнуть жизнью? Не то, что наши журналисты, Ну, большая часть, которым что скажут, то они и напишут. от так много нескольких историй и трагедий. Я хочу, чтобы они знают. Это довольно уважаемое, но общество интересует? Нет, сэр. И поэтому я индивидуальный журналист, надеясь продавать историю. Ну, личные вопросы. Что нам с тобой о личных вещах разговаривать? Нептяз есть? Так. В церковь зайти нельзя. По крайне мере, прямым путем. Я даже делюсь, если в церкви какие-нибудь вурдалаки уже есть. Большая только церковь. Я же сказал! Ёпта, вот не могло же быть одного, да? Жирей, жирей, жирей. Нужны силы. Отступай, отступай, отступай. Ага. Блядь. По-другому ты и не скажешь. Блядь. Народ. Пиздец. Ладно, сейчас. Народ House Billet 38 Народ House Billet 33 Р Obamaる. Народ.